У нас открылся льдоботе, сейчас зайду. Наконец-то я смогу приложиться к лютантикам. Уже соскучилась по ним и ко всем брендам. Сейчас буду все нюхать по новой. Я давно хотела попробовать Ут Орхит, потому что у меня было в хотелках Сеншел Орхит от LM. Это правда очень похожий аромат. Я ожидала, что здесь будет, судя по комментариям, этот мускус. Я только нанесла, такое ощущение, что практически один в один появился пробник, вернее, тестер Сицилии. Очень классные цитрусы. Я уже заскучилась по всем этим ароматам, буду сейчас все перепробовать медленно. В общем, я нюхала-нюхала, и я вам хочу сказать, что я хочу себе вот этот аромат. У меня он был когда-то еще во флаконе случайно, и вот я хочу его себе купить. Ну, в принципе, маловато там всего и тестеров. Смотрите, на Resistable есть какая-то штучка. Небольшой объем 20 миллилитров. Маловато тестеров, хотя этот классный. Хоть и люкс, хоть и тривиальный люкс, отличный. Еще мне нравится Flora Salvagia давно уже. Кстати, в базе они приходят приблизительно к одному же с Mimosa MASH, но Flora Salvagia мне нравится больше. Она не такая резкая. Тут именно больше каких-то таких фиалок красивых. Хотя мне ее характеризовали, что говорят, что это духи. Да, мы думали, что это просто какой-то шампунь как пахнет. Но мне вот что-то в ней нравится. Tiger Nest, не знаю, как-то отпугнул с первых нот. Дотер у меня уже затерялся, мне он показался каким-то ритуальным. Ну, наверное, наверняка потом разойдется больше другое. Вообще, кожи практически нету, только русская кожа и восточная. Хочу попробовать их. Wild Biton. Сейчас еще попробуем Feminity. Всем огромный привет! Сегодня я видео хочу посвятить двум розам. Они совершенно разные, но это... Я еще не взяла еще одну розу. Ё-моё. Ну, ладно. Ну, ладно. Вот тут две розы такие мощняцкие. А третью я включу тогда просто в какой-нибудь следующий ролик. Ну, уже раскрою карты. Третья это была Дом роза от Liquid Imaginaris. У меня флакончик 50 мл. Такой классный. И я его забыла дома. Ну, ладно. Мы откроем. Мы откроем тогда сейчас вот такой замечательный парфюм. Посмотрите, какая красота. Какое это вообще... Уникальное создание. Потому что я больше нигде не видела, чтобы ароматы были вот так оформлены. Это L'Orchestre Parfum Rose Trombone. Я познакомилась с этим ароматом давно, где-то в 2018 году. У меня есть ролик у Андрея Гридасова в его бутике Parfum Art. И мне очень понравился этот парфюм. Ну, это настолько... Ладно, сейчас мы его откроем. Я скажу, насколько это... И вот с тех времен, ну, в общем-то, знакомо. Но как-то, знаете, все время мы куда-то, к чему-то стремимся еще большему. И знакомимся все с другими, там, с новым и с новым и с новым. Потом наступает момент, ты вспоминаешь ароматы, которые тестил там 4-5 лет назад и понимаешь, что вот это была классная штука уже на основании вот этого опыта. Мне тогда еще понравилась Роза Америка от вот этих кочевников. Но я себе все-таки купила Розу Трамбон. Так, давайте ее откроем. Потому что я ее держала в нераскрытом варианте. Покупала, кстати, тоже у Андрея Гридасова. Потому что нигде уже этого нет. Это вообще было, ну, в интернет-магазинах раньше, наверное. А сейчас, ну, может быть, где-то в ароматеках есть. И все. Потому что и у него тоже это была, по-моему, последняя коробучка. В общем, не знаю. Может быть, что где-то еще там затесалось. Но ни в каких интернет-магазинах я уже найти не смогла этот аромат. Так, открываем. Тут, кстати, вот написано что-то такое интересное сзади. Давайте, раз уж у нас такая распаковка, я вам сниму. Вот, посмотрите, что здесь написано. И так, помедленнее, помедленнее. Что это посвящено Гарлему, джаз-клубу. Где там сверкает роза, а рядом звучит тромбон и ноты роза. Дальше, ну, вот вы видите, да? Основные ноты. Так, где они? Ваниль, сандал, белый мускус и ром. Вот так вот. Что тут еще? Вот такая штучка. Название, конечно, у розы Шибенская такое. Кажется, что это будет что-то такое, знаете, в стиле мадам Грицесуева. Но это вообще не мой стиль. Но тут, конечно, не такие вот нежные, знаете ли, розочки весенние. Но и не мадам Грицесуева. Тут еще скажет, а что ты имеешь против мадам Грицесуева? Ну, ничего не мне против, но это не я. Так, и вот он, флакончик. Смотрите, какая красота. Он сзади, видите, такой черненький. Дно вот такое. И поэтому кажется, что вот он такой черненький. На самом деле вот жидкость. Крышечка, ну это, наверное, какой-то пластик. Она как будто бы как под дерево. Так. Вот я уже издалека чувствую этот запах. Даже еще ни разу не брызнутый. Представляете? Большой. Я сейчас сюда. Она правда какая-то неоновая такая сияющая роза. Волшебная. Потому что она пахнет прямо какой-то сказкой. Потому что здесь очень-очень красивый какой-то такой тягучий розный аккорд. Но вместе с тем он в то же время и не сказать, что какой-то слишком тяжелый. Но вот ощущение, что это как какая-то вот разливающаяся волшебная какая-то субстанция. И немножечко, кстати, я ощущаю, вот как мне кажется, оттенки ладана. Но тут ладана даже нет в составе. И может быть это какой-то другой компонент вот такой выдает. Но аромат совершенно не, как знаете, как ладаные бывают, не ритуальный, не угрюмый, никакой вот в этом плане. А он именно радостный. То есть в нем сразу же представляется какой-то, ну какой-то либо праздник. Либо какой-то вот вокруг, какая-то атмосфера. Знаете, как вот в новогодние праздники бывает, вот вокруг вот это все подсвечено. Какая-то очень хорошая, приятная обстановка. Такая здоровая. Это не такое истеричное там какое-то веселье, а вот именно. А вот пахнет вот именно вот так очень красиво. Роза слышится по поводу его сравнения с Роузес Маск, по-моему. Нет, не Роузес Маск. А Роза Ваниль от Монсиры. Ну просто вообще ничего общего. То есть вот эти вот отзывы, я не знаю, как можно было такое написать. Потому что у Монсиры есть очень характерный мускус, которого здесь вообще нет, вот в помине. И этот мускус, он как вот печать, такая отличительная печать. И все, уже аромат, даже если там какой-то розный, теплый оттенок, можно посчитать похожим. Хотя я бы тоже так не сказала. То есть ну вообще ничего общего. Это так вот для ориентира, потому что отзывов мало. Я бы даже ближе бы поставила бы к этому аромату Майзон Ребачи, Роза Ребачи. Но Роза Ребачи не такая молодая. Она постарше. Она полегче. С другой стороны, там есть ирисы. Это что-то такое более повседневное, спокойное. И да я бы даже сказала зрелое. Вот этот аромат пахнет моложе, несмотря на его такую пышность. Но в нем представляется вот какая-то сияющая, такая вот молодая женщина. Потому что мне кажется, он сугубо женский. Тут он и сексом даже не пахнет. Красивый аромат. И вот именно на холодное время я считаю, что он очень классный. И еще один аромат, который я вам тоже еще до сих пор не показывала ни в одном видео. Он уже у меня второй раз появился за вот эти последние несколько месяцев. Это Атомная Роза от Энитио. Дело в том, что я купила себе этот парфюм, по-моему, в июне. И мне он очень понравился. Я его тестировала. У меня была мензурочка. Мне присылала Оля, Оль, спасибо тебе огромное, моя подписчица. И, в общем, мне он так понравился. Я его себе заказала. И вот наступила такая жара. И мне аромат, естественно, этот показался тяжелым. Он нелегкий, точнее, вот так вот скажем. Я считаю, что им пользоваться можно, знаете, намазами, как духами. Тогда это будет очень красиво. То есть, вот такими, ну или там минимальное количество пшиков, потому что это мега-стойкость, мега-шлейф. У него технические характеристики просто запредельные. Но если вы как раз любите и ждете вот такой, то это вот прямо оно. И я уже как-то рассказывала про этот парфюм, чем он пахнет. У меня был в полном оформлении. А потом все-таки, ну, когда я его захотела себе вернуть, уже стоило и дороже. В общем, я ждала-ждала, пока появится этот аромат. Купила в итоге тестер. Ну, у меня совершенно новый тестер. Я уже им так пользовалась. Ну, ее можно даже не разбрызгивать, потому что я сейчас надушена другими духами. Не хочу смешивать. Очень осенний, кстати, аромат. Но здесь роза такая немножечко, знаете, как бы подвядшая. Мне он пахнет, как будто бы это вино с лепестками, такими уже увядшими лепестками роз. Ну и есть что-то свежее. Тут же есть немножечко такие бокоринные оттенки. Но я бокору вообще не люблю. А здесь вот как-то слегка какая-то такая вот ягодность бокоринная просвечивает. И плюс мускусы. Мускусы эти становятся не слишком металлическими, а так немножечко как бы подпудриваются. В целом аромат мне ближе всего Deligny Exclusive от Parfums de Marley. Но база Deligny Exclusive для меня намного тяжелее, чем у Initeo. То есть у Deligny проскальзывает какая-то такая зеленая пудровость наподобие ауры. Мюглер. Ну оттенок такой. Здесь вот этого нет. Здесь вот именно перетертые в пыль вот эти розовые лепестки подсушенные. Ну очень красиво. Очень красивый аромат. Я его вернула и рада. Единственное, конечно, это огромный бутыль. Для меня 90 миллилитров. И при том, как я его собираюсь сносить, это, конечно, не сносить. И я даже думаю о том, что, может быть, впервые мне попробовать его немножко подраспить. Потому что, ну я уже один раз продала флакон и потом об этом пожалела. А я люблю во флакончиках ароматы. И я там себе оставлю какое-то количество. Остальное, возможно, я еще не решила. Ну, потому что я никогда этим не занималась. Возможно, я это немножечко и разобью. Роуз из Маск. Я считаю, что он не похож. То есть вот эти вот мускусы, опять же, манталевские, ни с чем не спутаешь. Здесь совершенно другой оттенок мускусов. И просто это надо чувствовать. Так что общее направление. Наверное, можно. Но я считаю, что Роуз из Маск свежее. И плюс там вот эти довольно-таки специфические мускусы. Я не могу сказать лучше, хуже. У каждого свой вкус. Но для меня это не пахнет как манталь. То есть это больше мне напоминает все-таки марли. Хотя есть отзывы о том, что марли, та же самая длинный эксклюзив, пахнет как интенс кафе. У меня есть фирменные пробники. И был он во флаконе. Продала его, не смогла носить. И интенс кафе. И интенс кафе Рестета. Нет, нет и нет. Это разные оттенки. И вот если вы чувствительны именно к оттенкам. И для вас они могут играть решающую роль. То я не советую вам заменять эти ароматы одно другим. Они не взаимозаменяемые. Вот все, что я хотела рассказать про Розы. Жаль, что не взяла Розу. Вот эту, дом Розу-то. Ну, я думаю, в следующем видео. Или, может быть, в каком-то из ближайших. Я ее покажу. Я надеюсь, что вам было интересно. Оставляйте комментарии. И всем пока-пока.